Я, друзья, никогда не отличался особым умением позировать. Скажу даже больше, мне всю жизнь говорили, что я не фотогеничный, а потом когда-то сказали, что не бывает некрасивых моделей, бывают фотографы так себе. Сегодня не тот случай, друзья. Ты хотела это сказать? Да нет, я хотела сказать, что, может быть, ты не фотогеничен, но фотографируешь ты прекрасно. Вполне возможно, ты когда-то проходил курсы фотографов. Сегодня, кстати, у людей этой профессии профессиональные праздники. И один из представителей этой славной деятельности сидит у нас сегодня здесь в гостях. Виктор Крутицкий, свадебный и спорт-арт-фотограф. Виктор, доброе утро. Доброе утро, друзья. Виктор, ну если со свадебным фотографом более-менее понятно, хотя сейчас будем разбираться тоже, когда началось. Что такое спорт-арт-фотограф? Спорт-арт-фотограф это фотограф, или точнее спорт-арт-фотография, это кадры, на которых спортсмены красиво выглядят, скажем так. То есть спортсмену тоже нужно в портфолио, да, какое-то получается? Конечно, ну для себя, на память. Они красиво выглядят в процессе выполнения каких-то своих упражнений, или просто они пришли, в платьишко нарядилась, гандболистка, например, и встала? Она может быть и в платьишке с мячом. Поэтому это и называется спорт-арт. То есть это фотографии не из спортивного мероприятия, а это фотографии студийной, либо из какой-то красивой локации, где спортсмен красиво может продемонстрировать спокойно свои способности, умения. Ну, гимнастка, может, в момент прыжка в шпагат есть такие фотографии Виктора. Вот с чего вообще началось все это? Я имею в виду, что сегодня профессиональный праздник, который принимать поздравления. Поздравляю вас. Ну, когда-то же наверняка Виктор Крутицкий и не думал, или вот с самого детства мысль была такая? Нет, не думал Виктор Крутицкий раньше о фотографии, и все началось после собственной свадьбы, скажем так. Не понравилось, как на фотографии? Ну, да. Это были еще когда в ЗАГСах были монополисты, свадебные фотографы, и когда я увидел свои фотографии, я решил, что так, интересно бы самому попробовать. Ну, и все началось там с жучков всяких, с природы, и постепенно это переросло на людей, фотографировал друзей своих, и потихоньку... До чего в итоге в данный момент, извиняюсь, докатились? Да, то есть, я имею в виду, какие-то есть, насколько я знаю, там регалии, статусы, да? То есть, лучший фотограф Средиземья или там Черноморья? Да, Средиземья есть такие. Да, это в каждой сфере, в каждом жанре фотографии есть свои, скажем так, номинации. Ну, это когда фотограф хочет развиваться, он участвует во всяких конкурсах, премиях. Если, например, это свадебный фотограф, он, достигнув определенного уровня, просто обязан поучаствовать в каких-то международных конкурсах, ну, начиная, естественно, с конкурсов внутренних каких-то российских. Для шапки в Инстаграм, будем откровенны. Для шапки в Инстаграм, да. Посмотреть, как, скажем так, коллеги, что показывают, посоревноваться с ними, может быть. Вот. Также есть это направление и у фотографов, которые и пейзажи снимают, и спорт снимают, всякие номинации. Есть очень много всяких онлайн-площадок, очень таких популярных. И получая награды с этих площадок, это как бы очень престижно, скажем так. Виктор, ну сейчас вообще свадебная индустрия насчитывает огромное количество фотографов, которые работают именно в этой сфере. Вот как выделиться, как стать тем самым, кого выберут заказчики? Ну, на сегодняшний день это очень тяжело сделать, выделиться, потому что рынок уже перенасыщен, доступно очень много техники, все ребята снимают неплохо, даже кто начинает. Очень много и онлайн-школ, и мастер-классов проводится. Здесь просто нужно, чтобы выделиться, нужно, наверное, больше заниматься творчеством. Какие-то творческие, необычные съемки, которые позволят показать какие-то необычные работы. Только таким способом. Я в такие моменты вспоминаю анекдот, что в выпускной 95-го года 20 мальчиков, 15 девочек в выпускной 2021 года, 6 фотографов, 7 ведущих, 5 рэперов и так далее. Виктор, но хочется все-таки чуть-чуть практики. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что Юра с самого начала сказала, что вот Геннадий неплохо фотографирует. Все-таки покажите-ка, Виктор, хотя бы в двух щелчках, как правильно нужно фотографировать, в том числе Ирину и меня. Можете вот пару фотографий, но при этом, чтобы вы правильно нас посадили, не знаю, как нам надо улыбаться. Это мастер-класс по позированию. Мастер-класс по позированию. Ну, максимально естественно нужно себя вести. Ну, тогда сады получайте. Ну, не то, чтобы так. Максимально естественно. Если, например, это касается позы для девушки, нужно выгодно посадить, ноги правильно поставить, чтобы они красивы, изящны. Больше? Нет, ну подождите, вот стоит перед тобой фотограф. Какую ногу, если ты сидишь боком, нужно вот эту выставить вперед или вот эту? Вот эту. Левую. То есть та нога, которая ближе к фотографу, она должна быть вытянута вперед. Здесь есть свои особенности, в том числе и стрение тела, когда какие-то части тела поджимаются, раздуваются мышцы, поэтому нам же нужно показать правильно. Для мужчин это может быть и выгодно, да. Можно там и руку подложить. И можно вообще поддержать, если там что-то где-то отваливается. Виктор, мы сейчас не успеем воспользоваться моментом, можно пару фотографий и перейдем к глазачку вашему, потому что он все дорогу, мне мазорит глаза, да. Пару буквально фотографий, которые обязательно окажутся, друзья, в нашем инстаграм-аккаунте. Ой, а я уже переди сюда, значит, я теперь больше буду у него, да? Нет, не больше. Не переживай, больше меня. Я сделаю специальное фокусное расстояние таким образом, чтобы это было... Я прищур делаю небольшим. Можно прищур небольшим? Правильно. А теперь можно так голову наклонить, да? Все, и спите, Гляд. Да, и последнее, чтобы мы все-таки успели к черному ящику. Спасибо, Виктор, потом напишите мне смету. Давайте перейдем к нашему черному ящику. Я всегда обращу внимание на то, что профессиональный фотограф носит с собой огромный рюкзак, в котором наверняка ничего нет, да? То есть он просто рюкзак для вида. Да, огромный очень рюкзак, причем некоторые мои коллеги носят даже не рюкзак, а целый чемодан на колесиках. Я с собой ношу рюкзак, потому что мне это удобно перемещаться. Но у меня еще есть с собой большой кейс, где у меня лежат дополнительно стойки и вспышки, если придется снимать. А что же здесь? Что в черном ящике? Хоть пару предметов покажите и расскажите. Так, здесь у нас, ну, всякое, всякое нужное. Так, в моем рюкзаке фотографа содержатся обязательно две камеры, обязательно. Что может случиться с одной? Что-нибудь может случиться. Что-нибудь может случиться. Ну, ты можешь ее там ударить, утопить. Забыть. Все, все, что угодно, потому что свадебный фотограф, это такой человек, это мультифотограф. Он может как и постановочно снять, так и в жестких условиях репортажа и с плохим освещением. И было немало случаев, когда люди там и в бассейны падали с техникой, и все. Ужас. Достаньте один пример, пускай Ира просто угадает, что это будет. Вот она просто угадает, а если не угадает, то не угадает. Посложнее или посередине что-нибудь. Средний уровень сложности. Так, ну давай вот это вот. А, ну это легко, это пейджер. Это что-то для камеры. Все, давайте открывайте секрет, что это такое. Совершенно верно. Что это такое, Игорь? Это синхронизатор, который позволяет вот эту штучку установить на камеру, чтобы вспышка где-то удаленно сломалась. Ага, все, следующее, давайте чуть-чуть это, хотя бы один пример успеет показать, наверное. Вот так, ну один пример. Обязательно, помимо двух камер, еще минимум два объектива. Это для чего вот этот конкретно именно? Для того, чтобы снимать белку, в которую в глаз пытаются попасть охотники? Нет, это объектив широкоугольный, либо другими словами рыбий глаз. Если вот так там покрутить, то вы увидите, какая линза. Можно снять всю студию сразу. Какая линза, да. Широкий угол, вот. Понятно, здравствуйте, Ирина. Другую штучку крутить, ближе-ближе к себе. А, вот же женщины дали. Вот взорная труба, она ничего не видит, но они туда смотрят. Ну еще один предмет, все и последний, да, чтобы я попробую дать. Обязательно две камеры, обязательно две вспышки. Это вспышка, я угадал, да. Ее можно одевать как на камеру, так и работать с ней удаленно. Сколько всяких интересных штук. Но самое интересное, дорогие друзья, что они все очень тяжелые, поэтому если вдруг на вашу свадьбу пришел фотограф с огромным рюкзаком, знайте, что ему еще и тяжело, а сейчас лето еще и жарко. Пожалейте его, похвалите его и обязательно на свадьбе покормите. Свадебный спорт-арт-фотограф Виктор Крутицкий с нами сегодня встретил это утро и с вами тоже. Спасибо вам огромное. Жалко, что не можем докопаться до дна, но я думаю, что это будет еще один повод пригласить вас. С праздником, с Днем фотографа. Спасибо. И можете, в принципе, коллег поздравить одним предложением, двумя. Господа, коллеги, с праздником вас, с профессиональным. Желаю вам творческих успехов, чтобы ваши кадры сияли на просторах интернета и в распечатанном виде. Субтитры создавал DimaTorzok